Кто у нас такой хороший? Кто в любую погоду, в жар, в холод, в снег, в зной, всё равно возьмёт конституционное большинство? Вот молодец! Однако у каждого успеха есть слагаемые. Успех надо заслужить. Как говорится, землю удобряй, тогда получишь урожай. Выборы в Думу стали внутренним фронтом, на котором в 21-м году шёл бой не на жизнь, а на смерть. Но обо всём по порядку. Первое и главное, что надо было сделать, поставить за слон врагу. Редут, линию обороны. А вопрос о том, почему это не было сделано много лет назад, когда Вячеслав Володин сам поручал «Единой России» собирать подписи для Навального, и не было ли в этом преступного пособничества врагу, сейчас задавать не будем. Не время. Враг уже у ворот. Те, кто представляет организации террористические и экстремистского толка, не имеют права участвовать в выборах. Давно это надо было определить. И если только мы действуем в интересах своей страны, важно оградить от таких людей власть, потому что это всё может привести к плохим последствиям. Правильно сказал Пискарёв Василий Иванович об этом. К чему это привело Европу 30-х? Василий Пискарёв, вы знаете, мой любимый депутат, очень его ценю. Но про Европу 30-х это они с Володиным зря. Ну то есть как зря? В целом-то всё верно говорят, только немного наоборот. Это как раз авторитарные варзийские режимы, такие, которые появились в Европе в 20-х-30-х годах прошлого века специальными законами отрезали политическую оппозицию от представительства в парламентах. Сегодня Единая Россия с её рейтингом 25-30% имеет конституционное большинство благодаря фальсификациям. В Италии в 1924 году партия Муссолини захватила парламент с помощью специального закона, по которому партия, набирающая больше других, автоматически получает 2 трети мест в парламенте. То же самое конституционное большинство. Методы разные, смысл тот же. В 1933 году победа на национал-социалистов на выборах в германский Рейхстаг была обеспечена как раз борьбой с экстремистами, запретами газет, митингов, собраний. Только под экстремистами тогда понимались коммунисты. Не то, что сейчас. Ой, стоп. Совпадение. Сломанные часы тоже иногда показывают верное время. Законом, о котором говорил Володин, Кремль и Единая Россия скопом отсекли от выборов, от выдвижения на выборы всех соратников Навального. Даже не соратников, единомышленников. Этот закон дважды нарушает конституцию. Он карает за связь с Навальным в прошлом. Такие законы приняты быть не могут. Он на пустом месте лишает гражданина России права быть избранным. В конституции черным по белому написано, что это запрещено. А применяли этот закон на выборах так. Ну, приходит, например, Илья Яшин в избирком подавать документы. Ему отказывают. А потом на суд прокурор приносит скриншоты из какого-то телеграм-канала под названием Илья Яшин, а там посты в поддержку Навального. Яшин говорит, это не его канал, это подделка. Ну, кого это беспокоит? Да и положа руку на сердце, ну, признаемся, ну, сами себе, друг другу. Ну, конечно, Яшин поддерживает Навального. Никогда этого не скрывал. В 2018 году одного из самых популярных коммунистов, Павла Грудинина, пустили на президентские выборы соревноваться с самим Путиным. В этом году его сняли с выборов за какой-то старый, давным-давно закрытый офшор в Белизе. Но опять-таки посмотрим правде в глаза. Да, Грудинин. Бизнесмен или не бизнесмен? А нам всем что, шашечки или ехать? Ну, в общем, классическая коллизия. Не можем мы до вранья опускаться. Пускай оно формально, пускай ничего не меняет. Меняет! Все меняет! Потому что если бы не мое вранье, то вор-рецидивист Сапрыкин сидел бы сейчас в Малине. А пособник экстремизма Яшин и нераскулаченный предприниматель Грудинин сидели бы сейчас в Думе. И как бы страна шла вперед, развивала бы экономику и социальную сферу. То же самое верно в самом широком смысле. Да, Единая Россия получила конституционное большинство благодаря масштабным фальсификациям. Но для кого она это делала? Для себя? Для брата? Для свата? Вор должен сидеть в тюрьме, а Единая Россия в Государственной Думе. И люди не волнуют, каким образом она там окажется. В этом году мероприятия по зачистке общественного пространства проходили под лозунгом «Гнилые либералы-пособники врагов» и имели комплексный характер. Разгромом структур Навального, массовыми арестами на митингах, законом о причастности к экстремизму дело не ограничилось. Во-первых, и на агенты. Никуда не денешься. Развешивание лейблов врагов народа на правозащитные организации, независимые издания, конкретных людей, журналистов, правозащитников все-таки рождает в памяти мутные образы из самых мрачных страниц истории 20 века. Не к ночи будут помянуты депутаты Володина Пискарев, которые опасаются, что если не репрессировать всех, кто против Путина, то Россия превратится в Германию 30-х годов. Первая бомба упала на издание «Медузы» еще в апреле, а с лета началась ковровая бомбардировка. И я должен признаться, практика назначения новых иноагентов именно каждую пятницу и именно вечером лично меня в этом сезоне довела до нервного срыва. Каждую пятницу я сижу в прямом эфире и жду, пока упадет. Буквы суфлера буквально прыгают перед глазами, складываются в слово «вечность». К концу года на сайте Минюста в списке иноагентов более 100 позиций, и это все непоцензурные российские СМИ, ну, кроме «Эхо Москвы» и «Новые газеты», а также около 70 физических лиц, конкретных людей, правозащитников, журналистов, редакторов, российских граждан, которых официально назначили людьми низшего сорта изгоями, объектами государственной травли. Поселили их в виртуальное гетто, обложили отвратительными, унизительными обязанностями и раз и навсегда отравили им жизнь. Без суда и следствия, даже без предупреждения, как рассказывал Владимиру Путину главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Я вот помню по своей службе, что все-таки в уставе караульной службы сначала часовой делает предупредительный выстрел вверх, а без предупредительного выстрела стреляет только, извините, конвой в лагере. Мне кажется, что нам нужно нам нужно с этим разобраться. Там же есть такие размытые критерии. Например, получение организационно-методической помощи. Это что означает? Я беру сейчас у кого-то из членов Валдайского клуба комментарий, если он представитель другой страны, и мы иноагенты. По пятницам они это объявляют. Я хочу напомнить, что завтра как раз пятница. Вот-вот эти пятницы, но хотя бы 31 декабря не будем. Вроде нет. Четверг – это маленькая пятница, и новогодние подарки были розданы накануне. Путин тогда возражал Муратову. Это симметричный ответ штатам, признавшим телеканал РТ иностранным агентом, для того, чтобы окрашивать деньги, получаемые из-за кордона, из-за бугра, чтобы общество знало, на чьи деньги тут в России ругают власть. К моменту этого разговора независимая журналистика в России уже была практически уничтожена. Закрыты все расследовательские издания, журналисты бегут из страны, чтобы не сесть в тюрьму. Разоблачения коррупции были объявлены покушением на конституционный строй. Ну, речь идет о параллельной конституции, которая имеет в России прямое действие и закрепляет неподконтрольность власти и кастовый характер российского общества, боярым и опричникам свободы и капиталы, населению лапша Роллтон. Как утверждают эксперты, спрос на лапшу растет, потому что ее покупают те, кто раньше ее не ел. Например, пенсионеры. Статья первая этой параллельной конституции «СПА не может быть меньше, чем гардеробная». Но вернемся к иноагентам. Телеканал «Артиз», за который Путин всех окрашивает, в следующем году получит из бюджета почти 400 миллионов долларов. Телеканал «Дождь» назначен иноагентом за денежные переводы от трех российских же фондов общей суммой меньше миллиона рублей. Но это все не имеет никакого значения. Включение под конец года в список иноагентов уже не журналистов или правозащитников, а известных, вполне медийных людей, галериста Марата Гельмана и писателя Виктора Шендеровича, это выход на новый уровень. Это означает очень простую вещь. Иностранным агентам, изгоем, может быть назначен вообще кто угодно. Как в 30-х годах прошлого века. Живешь теперь и не знаешь, кто ты. Обычный гражданин или враг народа. А вот за что, например, были произведены в иноагенты несколько конкретных организаций и профессиональных журналистов. Первая антикоррупционная СМИ за пожертвование в 5000 рублей от гражданина Украины. Издание «Медиазона» за цитирование других иностранных агентов, а также за доход от показа рекламных баннеров Google на своем сайте. Фонд «Лига избирателей» за переводы 225 рублей от гражданки Молдовы. Петр Маняхин за переводы самому себе и публикации своих статей в изданиях иноагентах. Ольга Чуракова за репост в Фейсбуке новости издания «Витаймс» о том, что «Витаймс» признали иноагентом. Соня Гройсман за репосты в Фейсбуке статьи «Радио Свобода» и пост о «Медузе», в котором содержится прямая ссылка на сайт сбора средств в поддержку издания. Большое видится на расстоянии. И теперь мы знаем. Год назад Путин провел свою главную спецоперацию. Обнулил президентские сроки, разбил и укрепил лагерь на новых рубежах. Теперь он у власти навсегда. Вскоре после этого он стал действовать. В апреле к украинским границам подошли танки. Но воевать сразу на двух фронтах трудно. И в июне Путин заключает перемирие с Байденом в Женеве. А затем открывает внутренний фронт. Путин в Женеве так и сказал прямым текстом. Российская оппозиция – это агенты внешних сил. Петр Козлов из BBC спросил у Путина на пресс-конференции итоговой уже в декабре. Что случилось-то? Почему в течение нескольких последних месяцев в стране вдруг оказалось так много изменников и врагов? Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время? Что в ней так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами и нежелательными организациями и иностранными агентами? Смысл ответа Путина – не допустим, чтобы те, кто обслуживает чужие интересы сегодня, развалили страну так же, как делали это раньше. А мы и сами знаем – чем дольше у власти Путин, чем хуже дела в экономике, тем острее стоит задача выкорчевать с корнем внутреннего врага, раздавить пятую колонну. И это новое издание, знакомый, но раз уж Путин заговорил про историю, знакомый теории нарастания классовой борьбы по мере продвижения к социализму, которую Сталин выдвинул в конце 20-х годов прошлого века, приступая к коллективизации и великому перелому. Бухарин еще говорил тогда – это что ж получается, чем мы ближе к социализму, тем нам трудней, так у самых дверей и помрем. Бухарина расстреляют через несколько лет, а тогда, на рубеже 20-х-30-х, в партии уже началась зачистка агентов вражеского влияния, и очень скоро в села и деревни вошли войска ОГПУ. Так, борьбой с внутренней контрреволюцией и саботажем, началось строительство монолитного сталинского общества. Уничтожение мемориала неслучайно началось именно в этом году. Мемориал – это память о репрессиях, о том времени, когда власть вела в оборот термины «враг народа» и «изменник родины». Это зеркало, в которое приходится смотреть государству. В начале декабря, на встрече с Путиным, правозащитники из Совета по правам человека вступались. За мемориал вступались, за ректор Шаненки Сергея Зуева, который сидел в СИЗО, за заключенных, которых пытают системным образом в российских тюрьмах. Путин иногда кивал, с чем-то соглашался, отвечал, что посмотрит еще раз, разберется. А я вспоминаю такой известный сюжет. В 1933 году писатель Михаил Шолохов уже хорошо знаком со Сталином. Сталин одобрил тихий дон, всячески благоволит писателю. И Шолохов в письме Сталину, в письме, похожем на то, что сегодня могло бы быть зачитано на встрече Совета по правам человека с Путиным, ну, похожим не конкретным содержанием, а по жанру, Шолохов очень подробно рассказывает Сталину про террор и ужасы хлебозаготовок на его родной земле, в станице Вешенской. Несчастные крестьяне и их дети умирают от голода и холода, от пыток, от избиений. А Сталин ему отвечает, ну, так, как будто это и есть встреча с Советом по правам человека. Он разберется, виновные понесут наказание. Но не надо забывать, эти хлеборобы не такие уж невинные люди, ведут войну на измор с советской властью. Вот что пишет биограф Сталина Олег Хлевнюк. Несмотря на откровенность и резкость Шолоховского письма, Сталин отреагировал на него относительно благоприятно. Он приказал оказать Вешенскому району помощь хлебом и провести проверку фактов, о которых сообщал Шолохов. Однако в целом Сталин поддержал местных руководителей. В ответном письме Шолохову Сталин обвинил его в односторонности и нежелании признать саботаж со стороны крестьян. Вешенские руководители, первоначально осужденные за произвол к суровым наказаниям вплоть до расстрела, были оправданы. И ошибки случаются и в США, и во Франции. Тоже очень непростая ситуация в местах заключения. Но он согласен. Надо добиваться изменений к лучшему. Так Владимир Путин отвечал в ходе пресс-конференции на вопрос о пытках в колониях. О пытках, которые эта новость года, события года не просто существуют, поставлены на поток, структурированы, встроены в систему исполнения наказаний, обладают своим управленческим аппаратом. Он с большим уважением относится к мемориалу. Это уже ответ Путина Николая Сванидзе на встрече с СПЧ. Еще раз, самым внимательным образом прямая цитата посмотрит на это дело, но к текущей деятельности мемориала есть вопросы. Через две недели международный мемориал и это веха в современной российской истории был ликвидирован Верховным судом за то, что спекулируя на политических репрессиях оклеветал даже не российский, советский строй. Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за реабилитацией изменников Родины? Так говорил на суде прокурор. Он как будто прилетел на машине времени из процессов 30-х годов, чтобы предать суду и уничтожить саму память о том, в чем были суть и смысл этих показательных расправ. Зато перед глазами свежее издание тех же государственных процедур. Нашу маму и там и тут показывает, как говорил дядя Федор. Война это мир, свобода это рабство, зато изменник Родины сегодня это то же самое, что изменник Родины 80-90 лет назад. Адвокат Генри Резник на суде цитировал Ахматову, которая сказала, когда узники ГУЛАГа вышли на волю, теперь две России глянут друг другу в глаза, та, что сидела и та, что сажала. Эти две России здесь, в этом зале суда, продолжал Резник. А потом он говорил так. Решение это знаковое, оно символическое, оно принято в год столетия Андрея Дмитриевича Сахарова, одного из учредителей мемориала. Известно, что в мемориал входил и первый президент России, Борис Николаевич Ельцин. В общем, это часть переоценки истории с точки зрения нынешних, как она представляет свои интересы власти. И по этой причине, собственно говоря, такое решение у нас и состоялось. Исторические аналогии всегда условны. Никто в стране сегодня не умирает от голода, никого не расстреливают в коммунарке. Но логика развития тирании всегда примерно одна и та же. Перегибы на местах это фигура речи. Их не бывает. Они всегда санкционированы сверху. И как тогда, в 1933 году, сотрудники райотделов и ГПУ в Ростовской области знали, что все делают правильно, так и сейчас не испытывают сомнений на этот счет. Следователи, когда не отпускают из СИЗО ректора с больным сердцем, офицеры в СИН, отдающие приказы о пытках в тюрьмах, чиновники Минюста, вбивающие новые фамилии в реестры на агентов, прокуроры, уничтожающие мемориал, ФСБ, которая ведет охоту на политическую оппозицию. Война – это война. У нее два фронта. Но враг, по сути, один и тот же. И даже полководцы одни и те же. Сейчас Лавров и Шойгу воюют с НАТО. Летом они во главе списка «Единой России» вели ее в последний бой. Разница только в том, кто работает в поле. Армия или внутренние войска. Росгвардия отвечает за улицы, ФСБ и Следственный комитет ищет экстремистов у них в домах. Раз уж в экономике, как и тогда, в 30-х, сделана ставка на государство как единственного благодетеля и кормильца, партия берет на контроль борщевой набор. Просто дежавю. То и те же выборы в России превратились в силовую спецоперацию. И как хлебозаготовки 30-х годов перешли в ведение отрядов ОГПУ. Продолжение следует...